Теперь о том, как развивается скандальная история с невыплатой зарплат работникам завода в Нижнем Тагиле. Сегодня деньги, наконец, начали перечислять. Первыми их получают те, у кого есть банковские карты. Все, по данным властей Свердловской области, без средств к существованию. В последние несколько месяцев остались 195 человек. Как сообщает прокуратура, общая сумма задолженности – более 13 миллионов рублей. Сам завод теплоизоляционных изделий уже полгода как признан банкротом. О сложной ситуации, в которой оказались его сотрудники, стало известно после жалобы президенту. Она поступила на прямую линию с Владимиром Путиным в июне. В эфире не прозвучало, но глава государства о ней не забыл. И накануне, на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Евгением Куйвышевым, поручил разобраться. Особенно президента возмутило хамское отношение владельца, о котором рассказали рабочие. Якобы тот заявил, что выплатит деньги только после приказа Путина.